Хай, Коляновна! Это я, Вовановна! Ты знаешь, кто в меня завёлся? Энтут, пьющий конь. Не, я не алкаша подобрала. Погоди, не сбивай меня, Коляновна, я вспоминаю, как доктор меня учил по ассоциациям, чтоб склероза не было. Конь пьющий, конь пью... Конь пьютер, во, конь пьютер. Да, завёлся у меня, да. Конь пьютер. Энт, чумадан такой с мозгами. В наше время люди хиленькие, им свои мозги с собой таскать тяжело. Они их в машины запихают, в конь пьютира. А, Коляновна, твои мозги в куркулятор с запасом войдут. Ты ж, почитай, лет пять перед домохвоном на колень падала. Ну, чего, купил я, энта, у пьющего коня, потом ещё помидор, маникюр. Не, маникюр, помидор, маниадор, маниадор, во, маниадор. Ну, в него надо глядеть, как в телевизор, поняла, да? Потом опять чатать, энта, клавадура, 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 вот. О, знаешь, если бы наша Клауд не была дурой, я бы ни в жизни запомнила бы. Потом мышка такая, мышка серенькая, ей всё время надо на задницу давить. Да ничего, кто будет кусаться, Коляновна, она плачмассовая. У ней замест хвостик проводок. А там, знаешь, сколько таких мудрёных прибанбасов? Там грампластинчики такие махонькие. Не, не как в нашей молодости. Я тебе говорю, грампластинка махонькие, блестючие. И на них не только песняки можно слухать, но и кино глядеть. Называются сейчас, что между позвонками, Коляновна, напомни мне. Сама ты грыжа. У здорового человека, чего? Диски вот, соображаешь иной раз. Очень просто работают. Нажимаешь кнопочку, выезжать полочка. Пхаешь туда диску. Устройство энта называют, сейчас вспомню. Ну, сейчас, погоди. Сидерома, да. Ну, чё, купила, а как, чё, куды втыкать-то, как подключать? Там проводей, дырей. Ой, страшное дело. Слава богу, у меня сусед, мальчонка, оказался программистер. Программистер, Коляновна, как тебе это объяснить? Он-то такой небуйный, сумасшедший, с техническим уклоном. Не, он тихий, смирный, сидит на месте. Никуда не шастает. Да по каким девкам? Он только клаудур тискает. А показывать ему всё помидор с маньякюром. Пришёл и слышишь, Коляна, прям с порога говорит, сейчас я вас, бабулечка, отдровярую. А я-то сперва не поняла, про чего он. Я говорю, сыночек, говорю, я своё отдровировала, говорю, да. Дрова давно кончились, одни шепки сыплются. А он очёчки на меня свои навёл, говорит, поймите, я вас настроить должен. Я говорю, ах, парень, говорю, последний настройщик у меня лет 30 назад был, наверное, не менее. А он заметил, что я волнуюсь. И говорит, бабулечка, миленькая моя, не волнуйтесь, не суетитесь, говорит, расслабьтесь. Я, говорит, сейчас сам всё, что вам надо, со своего писишника скину. Я на всякий случай, говорю, не подходи. А он говорит, а чего вы испугались? Я ничего не сломаю. Флешку только вопхну и всё. Я говорю, зачем тебе это надо, сопляк? А он говорит, как зачем? Чтоб установить вам винду. Это программа такая, винда вуз. Я говорю, не надо, он говорит, как не надо, у вас же мать голая. И в чемодан с мозгем тычет, там, мол, мать. Это сейчас я образованный стал, мать такая. Оказывается, это материнская плата. Нет, это не пособие многодетному. Энт внутри писишника. Ну так сокращенно называйте энтову пьюшего коня. Писи? По чём я знаю почему? Там, знаешь, сколько таких мудрёных слов. Вот ты в курсе, например, что такое мыло, Коляна? Мыло. Не хозяева и мыло. Мыло. Это я-мейл. Я-мейл. Ну, по нём можно знакомиться, переписываться с женихами в Янтомнете. Знаешь, чего я про себе написал на знакомство? Очаровать на блондинка в зелён косынке. Ноги от ушей, волосы без шеи. И послала фотокарточку не свою, а этой модной вешалке. Как же я сейчас вспомню. Помидор, баклажан, перец. Перец Хилтон. Да, набряхала за то. Знаешь, сколько женихов отреагировало. Ой, все хотят со мной познакомиться. Один пишет, что он инженер. Сам прикрепил фотокарточку Олен Дилона. Думаю, я его не помню. Другой пишет, что он доктор. А сам прикрепил шибзик Декаприеву. А третий пишет, что служит в аммонии. И прикрепил Борю Моисееву. Слухай, Коляновна. Ты же до сих пор замуж хочешь. А ну-ка давай и сделаем тебе мылу. А чего нам стесняться? Ты у нас будешь, Коляновна, собака. Ты что, обижайся? В я-мейлах все собаки. Да, вот такая вся мирная псарня. Пароль у тебя будет склероз. Чтоб ты не позабыла, Коляновна. Ну, давай, чё, про тебя сочиним. И присобачим фотокарточку. Экспертуентой. Ой, господи, как же Анжелка с мандолиной, что ли. Анжелин Жоли, вот. Чего, твою фотокарточку послать? А тебе женихов не жаль. А, правдивой хочешь быть? Ну, давай поприкалываемся. Напишем, как есть, Коляновна, под 80 лет, вес 35 кг, хотить замуж. Куды обратиться? Все, Коляновна, полетел ты у меня. Сейчас глянут на тебя, женихи. Так была бы Анжелин Жоли, а так будь Жоли с ручкой. О, гляди-ка, ответ. Ответ уже тебе пришел. Мигом. Вот, что ян-тотнет творить, а? Кто ж на тебя отреагировал, а? Что ж за бешеный мужичонок? Видать, специалист по бульонам. Чего пишет Коляновне, которая хотит замуж. Советую, ишь ты, советую. Чего ей прям обратиться? Куды-куды, походи, Коляновне. Да сама не разберу, какая-то двойная слова. В какую-то кунтуса камеру. Во! Ладно, голубая, обращайся. Не упусти свою счастью, а я побегу. Сусед-программистер в дверь скребется. Видать, вернулся за своим мобильником.